В этот дом на Ржаникидзе инспекторы заглядывают чуть ли не каждый месяц. Причин – целый список. Антисанитария, пожароопасная обстановка, асоциальный образ жизни и сомнительные кампании. К гостям тут привыкли, но встречают не очень радушно. Посмотрите, кто пришёл к вам в гости. Ой, хоть хороший человек, хоть плохой. Окурками усыпан пол, стол и кровать. Вместо ночной лампы – свечи. Про электричество здесь давно забыли. Бутылки – тоже часть местного декора. Разбросаны по всей квартире. Потолок и вовсе держится на честном слове. Из общей картины выбивается лишь новенький извещатель над дверью. Зрелище не для слабонервных. Но хозяев всё устраивает. Мы отапливаемся, у нас печка всё сделана. Ну, там немножко подремонтировать всё надо. Ну, всё нормально. А не боитесь, что что-нибудь случится из-за сигареты? Пока ещё не было. Да, нет, нормально всё. На Можайского истории ничем не лучше. Пенсионерка в компании пьющего родственника. Алкогольные присрастия женщину не волнуют. Но сын не может найти работу. Увольняли уже трижды. Мужчина же настроен агрессивно. Виноваты все вокруг. Выгонять за пьянку. Не просто так, а за пьянку. Вот вспомним пьяный, ещё у нас проходной. Всё. Свободен. Акция за безопасность вместе проходит по всей республике. Под пристальным вниманием спецслужб, пенсионеры, инвалиды и неблагополучные семьи. Акцент в первую очередь на проверку противопожарного состояния. Только в Бобруйске и районе огонь унёс уже 14 жизней. В каком состоянии должна быть печь, на что обращать внимание, чтобы печь была, безусловно, исправна, без трещин. Ну а самое главное – это автономные пожарные извещатели, которые в первую очередь в случае какой-то нештатной ситуации оповестят проживающих граждан о том, что что-то произошло. Частая причина ЧП – неисправная электропроводка, отсутствие изоляции и её повреждения. Дефекты могут существовать годами, но превратить дом в горящую спичку способны всего за одно мгновение. Необходимо обращать внимание на отсутствие аппаратов защиты, а также использование некалиброванных плавких ставок, в частности так называемых жучков, вследствие чего может происходить перегрев электропроводки. К слову, до 27 апреля каждый может обратиться в МЧС для проверки противопожарного состояния дома или квартиры. Достаточно набрать 101 или 112, ведь заботиться о своей безопасности в первую очередь должны мы сами. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.